Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! За нами уже июнь месяц, и пришло время снимать одно из моих любимых видео, то есть любимчики месяца. В этом месяце я думала, что не буду снимать такое видео, потому что якобы в этом месяце меня ничего особенно не покорило. И тут я поняла, что некоторые из этих продуктов я купила раньше, и пользовалась ими уже какое-то время, просто как-то не было возможности что ли рассказать вам о них, но они просто гениальны, и решила поделиться с вами своим мнением о них. Ну что ж, поехали! Первая это будет помада от Rimmel, которая в свое время уже нашумела на YouTube. Речь идет сейчас о стандартной линейке помад Rimmel оттенок 0,70 Airy Fairy. Я долго искала такой, знаете, идеальный нюд для меня. Я не хотела, чтобы это был такой нюд, благодаря которому я буду смотреться так, вроде я умерла вообще, или так, как будто бы у меня губы намазаны корректором. Я очень не люблю такой эффект вообще ни у себя на губах, ни у кого-то. Очень редко мне кто-то нравится с такой нюдовой красивой помадой. Но, в общем, нашла идеальный оттенок для себя. И этот оттенок, мне кажется, подойдет не только блондинкам, а также брюнеткам. Это вот такой вот оттенок, я бы сказала, чайной розы. Он может быть чуть-чуть с розовинкой. Это холодный оттенок, он сейчас у меня на губах, и каждый, как ни странно, смотрится с ним по-разному. Так что, мои подружки также себе купили такой оттенок, и у каждой он выглядит по-другому, потому что у каждой из нас разный цветотип, но он идет разным девушкам. Он очень приятно пахнет, этот продукт. Не знаю, мне так нравится запах этой помады. Она очень красиво ложится, она не входит, такие трещинки на губах. Она также не скатывается, и у меня держится довольно-таки долго. Понятно, если мы съедим там обед, или съедим какое-то пирожное, выпьем кофе, то, скорее всего, это, по-моему, сотрется. Она все-таки недолгостойкая. Написано «Long Lasting Finish». Ну, конечно, если вы будете что-то кушать, то, скорее всего, половина съестся. Но очень приятный продукт. Стоит он около 6 долларов без акции. Я купила пока-то акции, уже не помню эту помаду. Я безумно довольна. И когда она у меня закончится, я ее точно куплю, потому что она одна из моих любимых сейчас. Следующее, что мне отправила моя любимая Танюша Sugar Dolls. Я оставлю обязательно ссылочку на ее канал внизу. Эта девушка так же, как и я, начинающий блогер. И сейчас она не снимает, к сожалению, потому что плохо себя чувствует. Но я верю в то, что скоро ты вернешься к нам. И я тебя очень жду. Я наставила на том, чтобы ты снимала опять видео. И я очень рада, что ты вернулась. Привет тебе, пламенный. В общем, благодаря ей у меня сейчас есть вот этот спонж. Я думаю, что все его знают. Это спонж Real Techniques. Стоит он около 5-6 евро. Танюша, поправь меня, потому что я даже точно не знаю, сколько ты за него заплатила. Но это просто гениальная вещь. Сейчас он у меня, я вот только вот постирала, потому что сегодня им пользовалась. Для меня эта вещь гениальная. Сейчас я вам скажу один факт просто, который, благодаря которому это любимчик. Чаще всего, когда я пользуюсь этим спонжем, наношу, допустим, тональную основу, чаще всего я получаю комплименты не ой, какой у тебя красивый макияж, а как ты красиво выглядишь. И благодаря этому спонжу я считаю, что тональное средство, консилер и все кремовые средства наносятся просто идеально, ложатся на нашу кожу. То есть тональное средство как бы впитывается к коже, вот так могу это сказать, то есть вообще его не видно. Он как бы входит что ли в наши поры, в нашу кожу вообще. То есть, ну нет проблем с тем, чтобы его смыть, потом тональное средство, но как бы стапливается с нашей кожей тональное средство благодаря ему, вот этому спонжику. И еще также мне нравится вот эта вот острая часть спонжа, благодаря которому можно прорабатывать зону вокруг глаз, либо же вот здесь вокруг, не вокруг носа, а крылья от носа. Также, ну везде, просто идеальный для меня субститут, скажем так, бьюти-блендера. У меня бьюти-блендера никогда не было, но я слышала много хороших отзывов. Я думаю, что пока я не буду себе покупать бьюти-блендер, потому что это довольно дорогая вещь, я не профессионал, ничего такого, ну зачем в принципе мне оно. Поэтому для меня вот это вот очень хороший субститут, и пока я безумно довольна. Единственное, что мне не нравится, как с ним работает мой биби-крем от L'Oreal, поэтому биби-крем я наношу руками. А так все остальные кремовые средства, и даже больше, сейчас скажу вам, что еще наношу этим спонжем, просто идеально ложатся. Я вам рекомендую, если только можете купить. Я знаю, что продукты Real Techniques довольно-таки просто купить по интернету хотя бы. Следующее, что я купила в этом месяце, и это, наверное, один продукт, который в этом месяце я купила, это будет минеральная пудра от MAC. Я долго искала какую-то хорошую пудру, и я пошла в MAC специально, чтобы купить, как это называется, их тональная основа, которая в форме пудры. Я забыла, но, в общем, вы знаете, о чем я говорю. И женщина начала подбирать мне цвет. Оказалось, что мне не нравится, как вообще он ложится, как он смотрится, как-то цвет мне один не подошел. И она мне посоветовала попробовать минеральную пудру. У меня оттенок Мириум, по-моему, не вижу. Да, есть Мириум. Тоже слепая, большими буквами написано. Но, в общем, я пользуюсь целый месяц. Я чуть-чуть вижу, что его стало меньше. Но, мне кажется, продукты MAC, они стоят своей цены, потому что они какие-то космические там. У них не космические цены, и к тому же продуктов хватает на очень-очень долго. Я вижу по своим теням. Консилер – это отдельная история. Он не появлялся в моих любимчиках пока. Пока я учусь с ним работать. Но вот эта пудра просто гениальная. Слушайте, эта пудра хороша, когда мы, допустим, хотим закрепить тональную основу, и тогда наносим легким слоем кистью. Если же мы хотим, допустим, нанести, как делаю это я, вообще одну пудру без тональной основы на каждый день. В принципе, мне тональная основа не нужна, да и BB крем с этой пудрой, в принципе, тоже. И тогда эту пудру мне посоветовала визажист наносить именно спонжем. И этот спонж сухой именно очень классно наносит вот эту вот пудру. И я хочу вам сказать, что мне настолько нравится финиш, который дает эта пудра. Это не плоский такой мат. Ну и о свечении тоже речь не идет. Очень красиво выглядит, очень плотное покрытие дает. И к тому же этот продукт не видим на лице. То есть тоже как бы нет и эффекта маски, но все закрыто. И в самую жару, когда мы были даже в Хорватии, и, допустим, мне надо было накраситься, то он выдерживал всю жару. И матирующими салфетками я, допустим, убрала северную, если где-то начинала светиться, хотя в моем случае это крайне редко вообще бывает. И я хочу вам сказать, что я настолько довольна этой покупкой, что вам рекомендую также присмотреться. Мало того, я хотела, чтобы пудра, которую я куплю, также можно было эту пудру наносить на область вокруг глаз, там, где я вот наношу консилер, чтобы закрепить его. Поэтому я хочу сказать, что мне очень нравится, эта пудра не сушит. Вот знаете, иногда наносишь консилер, потом припудриваешь, такое впечатление, какой-то сухой такой области вокруг глаз. У меня, во всяком случае, часто был такой эффект с этой пудрой, чего-то такого нет. Мне очень нравится также солидная такая упаковка. То есть мы уже ездили несколько раз, и она там у меня и в сумке, и в косметичке, и вообще в маленькой сумочке я ее также носила, и ничего не происходит, пудра не разбилась, в общем, нравится и вам рекомендую. Следующая вещь, о чем я хотела бы вам сказать, это, в принципе, что-то, что появилось в недавнем моем видео о ногтях, но, наверное, не все смотрели, это вот такое средство для удаления кутикулы от Сали Хансен. Все названия продукта я напишу вообще в инфобоксе, так что вы можете потом посмотреть, кому интересно. Благодаря этому продукту маникюр и педикюр я делаю вообще очень быстро, и я не делаю вообще обрезной маникюр, педикюр я вам рассказывала, так что я наношу это средство вокруг ногтя и также под ногтем, чтобы убрать везде омертвевшие клетки и всякие бяки, которые там живут. Они такие живут у каждого из нас, поверьте мне. И держу, вот на руках я держу где-то одну минуту, не дольше, и потом просто палочкой как бы так убираю эту кутикулу и хорошо смываю мылом, и кутикулы нет. Я не знаю, как этот продукт это делает, но он просто растворяет эту кутикулу. Если у вас есть проблемы с какими-то там зацепками или задирками, как вы это там называете, попробуйте это. Это, в самом деле, классная вещь, и хватает ее на очень долго. У меня где-то месяца три уже эта упаковка, смотрите, практически полная баночка, и пользуюсь я этой вещью где-то раз в месяц. Боже, в неделю, в месяц это слишком, конечно. Вот, и очень-очень нравится. Следующая ногтевая штука, это что-то, с чем я вообще сразу не подружилась. И один из этих лаков, это, конечно, такой любимчик-нелюбимчик. Речь идет сейчас о лаках Эсси. Лаки Эсси, в принципе, я купила сначала лак Фиджи, который является, ну, просто идеальным оттенком, но почему-то он, зараза, не хочет у меня хорошо держаться. Вот как ни крути, чем бы я ни пользовалась дольше, там, трех дней, он у меня не выдерживает. С остальными лаками Эсси у меня вообще нет проблем. Единственное, что надо, конечно, с ними было поработать. Просто сами лаки Эсси у меня не держатся на ногтях, я была очень разочарована и вообще обещалась и не покупать больше. Но после того, как я начала использовать такой обезжириватель для ногтевой пластины, также хороший бейскоут и топкоут, эти лаки держатся даже неделю. Но тут вопрос, если мы покупаем лак за 10 долларов, и потом еще надо докупить сколько-то средств к нему, и еще потом тратить время на то, чтобы накрасить ногти, ну, я не знаю, кому это надо, поэтому, поэтому все-таки не знаю. Для меня любимчики, ну, думаю, что не каждый захочет с ними играться, так как я просто забросила бы уже упаковку купленную, и все, баночку купленную, до свидания. Один из моих любимчиков, просто гениальный нюдовый оттенок, это Belay Sleepers, очень красивый финиш такой, и для френча подойдет также. Мне нравится просто он на ногтях, он такой полупрозрачный. Дальше сначала не полюбившийся мне мучий-мучий, но сейчас на загорелой кожу смотрится гениально. И что мне больше всего нравится теперь, что я себе купила также Bahama Mama, и Decadent Dish, по-моему, так это называется. Не взяла особую баночку, но поверьте мне на слово. Это также темный лак, темная лаки эсси, держатся у меня неделю, и вообще с ними чуть-чуть стираются, конечно, на кончиках, стираются, но не откалываются. И для меня это огромный плюс, и теперь я как бы полюбила эти лаки и за кисточку широкую такую, которую можно вообще нанести очень быстро, лак, и за то, как они держатся. Согнут они не очень хорошо, без хорошего топкова, и сушки, конечно, не особо. Но, в принципе, классные продукты, но если бы я не была настойчива, то, наверное, мы бы так и не подружились, и промучилась бы со своим Фиджи, и все. Еще одна, как бы, не знаю, в чем дело, но они у меня довольно-таки быстро заканчиваются. То есть, смотрите, этим, допустим, я накрасила три раза ногти в два слоя, и посмотрите, сколько уже использовала. Этим также три раза, и тоже, вот, посмотрите, сколько. Не знаю, напишите, как надолго вам хватает лака в эссе, потому что у меня такое впечатление, что они у меня испаряются. Осталось еще несколько продуктов, но покажу их в следующем месяце, потому что могу полчаса с вами болтать. Спасибо вам огромное за внимание. Ставьте пальчики вверх, если любите видео о любимчиках. Всех целую и обнимаю. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. Пока.